По первому тайму забили два быстрых мяча. Повели 2-0, но здесь опять нам из-за штрафной залетел мяч. Конечно, нельзя так давать легко в зоне отбива, обыгрывать себя. И дальний удар – это 2-1. Второй мяч – это, в принципе, вопрос дисциплины, когда команда ведет и идет добавленное время. И мы это обговариваем, что у нас 4 защитника плюс 2 опорника в любом случае должны сохранять стройность в обороне. И встречать встречные атаки соперника. Понимали, что 4 игрока у черта, но очень хорошо выбегают вперед. Но это вопрос дисциплины. Конечно, это будем разбираться на теории 2-2. Второй тайм – считаю, что физически силенок не хватило. То есть отдали территорию и пытались опять на встречных атаках сработать. Но вот этот перелет на Дальний Восток за короткий отрезок времени туда-обратно пытались освежить игроками, которые вышли на замену. Но после травмы Рустем Мухамедшин и Паярков не готовы играть большее количество времени. Все-таки до конца бились ребята. Но третий гол – это момент концентрации. То есть при угловом должна быть 100% концентрации. Тем более остается там 10-20 секунд. И здесь, опять же, не сработали. В итоге проиграли матч. Очень печально. Но есть над чем работать и двигаться вперед нужно. Забыть быстрее этот матч и чисто психологически восстановить ребят, чтобы они были готовы уже к последующим играм. Спасибо. Вопрос. Марат Станинович, не могли бы прокомментировать замену после перелива, сразу, который произвели, то есть в области накопления Статина, где за руку брали автора, того, что вы считаете, Виктора Сергеева. Виктор недомогание почувствовал, попросил сам замену. Поэтому произошла замена. Мозылюк, как вы считаете, был нормативен за эти 45 минут? За 45 минут он старался, пытался цепляться за мячи. Но, скажем так, сыграл при этой игре. То есть помогал в обороне, отрабатывал. Но в атаке у нас во втором тайме совсем моментов было мало. Мало и в фланге, то есть и Адаев, и Джумаев. Все-таки они в Хабаровске очень тяжелый матч провели. Наелись доставки до него мячи. Редко, скажем так, доходили. Ермаков вышел. Был момент при счете 2-2. То есть смог до конца доработать момент. Но, к сожалению, не получилось. Марк, говорите, после 2-20 удалось реабилитироваться в Хабаровске. А сейчас хорошая реабилитация из Солона. А Кубковой матч будут подарить Саратовскому на речи. Кубковой те, примерно, старается команда? Ну, в любом случае будем стараться. Но надо понимать, что 10-го, 14-го мы играли, 18-го играли. У нас сейчас через 2 дня опять игра 21-го. И потом у нас игра 25-го и еще 31-го. То есть нагрузка огромная на игроков ложится. Глубина состава совсем небольшая. Есть травмирные игроки. И здесь в любом случае ротации состава будет в игре с Сокроном. Потому что и поле там, мы уже знали, что искусственное. И чуть ли там не первого поколения. Очень травмоопасное. Так что здесь ротации состава будет. Но мы в любом случае будем за этот клуб биться. И сыграют игроки те, которые, скажем так, меньше времени проводили в официальных играх первенства ФНЛ. Уже имеется какой-то формат для соперников? Да, мы с ними играли здесь же контрольную игру в Саранске. То есть хорошая команда, у которой стоит задача выхода ФНЛ. И с финансовым отношением и в организации очень добротная, хорошая команда. Спасибо.